Микс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Тотти, добрый день, еще раз скажу. Наша программа «Без антракта» на радио «Болтком», которая рассказывает о современных тенденциях театра. Я ее ведущая Евгения Шарменева, приветствуем вас. У нас сегодня прямой эфир с гостями. Мне очень приятно, что это случилось и что к нам в гости пришли два человека из Рижского цирка, которые в последнее время меня очень притягивают. Это одно из мест, которые я полюбила в Риге. Это Одрия Фишери. Здравствуйте. И Александр Беляцкий. Добрый день. Здравствуйте. Одрия является куратором программ цирка. И это все, что связано с репертуаром, с гостями, с собственными программами. А Александр является куратором образовательной программы цирковой школы. Да, координатор Рижской цирковой школы. Координатор Рижской цирковой школы. Спасибо большое. И мы сегодня об этом поговорим. В первую очередь я хочу вам сказать, почему я позвала людей с цирка. На первый взгляд покажется это странным, наверное, да, программа о театре, а мы сегодня будем говорить о цирке. Но я хочу сказать, что я давно занимаюсь современным театром. И когда-то для меня тоже было таким шоковым открытием, что цирк давно стал частью современной исполнительской культуры в Европе. В первую очередь в Великобритании и в странах, как бы сказать, английскоязычной культуры. Да, если мы говорим про Америку, про Канаду, про Австралию, про Великобританию, про Ирландию. Мне кажется, это как-то оттуда пошло, что он влез вот в современный перформинг-карт. И цирк, который отказался от эксплуатации животных, он стал тем самым местом, где проявляются новые качества актеров. Актеров цирковых, которые совершенствуют свое мастерство. И это перестает быть просто номерами. Это становится неким спектаклем, сюжетом, с развитием событий, с взаимоотношениями между участниками. И у меня было очень много впечатлений, которыми я потом поделюсь. И именно таким цирком начинает становиться Рижский цирк, который сейчас находится на реконструкции, но тем не менее продолжает работу в ожидании нового здания, новых возможностей. И я так понимаю, что очень важная часть цирка будет здание для цирковой школы. Да, именно так здание для цирковой школы планируется. И когда заходишь к вам сейчас в цирк, то там на стенах висят красивые картинки будущего здания. И одна из больших вот таких вот впечатлений – это новое здание красивое, в котором будет цирковая школа и специальный зал, такой black box, такой европейский. Одрия, ну тогда я поспрашиваю вас. Мне повезло. Я вот сейчас в конце, в августе месяце посмотрела один вечер вашей программы, когда была часть уличной программы выступлений, и потом французские жонглеры выступали на арене. А что еще ждет зрителей в этом году, в этом сезоне? Давайте, может быть, до Нового года, а после Нового года еще раз придете и расскажете. Какие-то очень важные события, которые будут в Рижском цирке и которые не стоит пропустить. А я потом объясню, почему. Да, ну мы начинаем новый сезон Рижского цирка. 19 и 20 сентября в 19 часов приглашаем на спектакль «Интарсей». Это будет цирковая компания из Испании под названием «Цирко Эя». И да, они приезжают, чтобы порадовать нас своим умением, своей акробатикой и прекрасным спектаклем для всей семьи. А что значит «Интарсия»? «Интарсия» в переводе, ну «Интарсия», инкрустация, сплетение. Да, и спектакль тоже как раз и будет про взаимоотношения, как мы сплетаемся, как мы создаем что-то новое, как мы это разрушаем, потом опять создаем. Таким и будет спектакль. Акробаты будут там летать, прыгать, разрушать и потом... То есть это будет шоу, основанное на акробатике в основном, да? В основном акробатическое. В основном, да, и там трамплин, и разные кувырки, сальто, и немножко жонглирование, и будет, надо сказать, что будет особенная сценография, вот как раз на этих днях большая грузовая машина приезжает. Начнет путь в Ригу из Италии, где они выступают. Вот последний спектакль сейчас в Италии, потом они приезжают в Ригу. То есть это такой востребованный коллектив в Европе? Да, да, они известный коллектив, у них несколько спектаклей, вот рижане, может, помнят, в 2014 году они приезжали к нам и в Доме конгрессов во время фестиваля Ре-Рига. Они показывали спектакль «Капос», тоже это было вообще-то… Большое шоу. Шоу и овации, там люди вставали, и отчисты не могли уйти, да, отчисты не могли уйти со сцен, потому что все там такие большие овации были. Вот мы надеемся, что на этот раз они приедут и порадуют нас. Окей, а можно я еще спрошу, вот вы уже их привозили, значит, в принципе, логично, что вы с ними продолжаете какие-то отношения. А как вы в первый раз их нашли? Ну, тогда их привез фестиваль Ре-Рига, и команда фестиваля, ну, как, обычно, как это происходит, вот, фестиваль, я путешествую по разным фестивалям, смотрю представление, что где происходит, смотрю новые тенденции, смотрю, что им понравилось, какие отзывы, и тогда выбирают. Конечно, и зависит от того, есть ли время у этих артистов, потому что бывает, что очень востребованные некоторые спектакли, там, нужно ждать, там, два года, например. То есть записываться в очередь к популярному коллективу, когда дойдет очередь до тебя, и ты сможешь его показать своим зрителям. А для вас важно, что такой спектакль будет показан той аудитории, которая постепенно, я так понимаю, формируется вокруг Рижского цирка, вы ее потихонечку воспитываете? Ну, стараемся, да, и нам очень важно, почему мы делаем этот спектакль на арене Рижского цирка, потому что цирк через, ну, в конце 20-го года идет на реконструкцию, и вот мы, может, хотим, чтобы зритель до того времени еще успел посмотреть спектакль, увидеть цирк, как он есть теперь, потому что потом будет что-то другое. Ну, то есть вы хотите, чтобы та аудитория, которая сейчас собирается вокруг Рижского цирка, уже потом с нетерпением ждала открытия нового здания и знала, и вы уже будете собирать тех партнеров, которых вы будете готовить на постоянную программу. То есть вы сейчас занимаетесь этой подготовкой последующего большой программы, когда цирк уже заработает в полную мощность? Ну, я бы сказала, мы уже делаем такую программу, потому что, ну, принцип в основном будет таким же, что мы будем привозить гастрольные спектакли и показывать. А своя? Своя программа есть? Ну, то есть то, что базируется уже, своя труппа, свои какие-то люди, которые находятся в резиденции. У вас же тоже есть, да, так понимаю, артисты в резиденции какие-то в цирке? У нас приезжают, да, у нас есть резиденции для артистов, где артисты приезжают, и они уже делают какой-то свой спектакль, они как бы предлагают нам свои идеи, которые они будут, идеи спектакля, которые они будут делать в резиденции. Но это мы как бы помогаем им этот спектакль развить, или начать, или закончить. Базой такой, да, для создания спектакля. Ну, как спектакль вообще, они как создаются обычно, у артистов, у них нет такого своего места, где создавать, и поэтому вот эти резиденции для артистов, они нужны, и они существуют во всем мире, и вот труппы вот есть с одной резиденцией, с другой, с третьей. И так спектакль так создается. Да, ну то есть это такая международная сеть, которая передает прекрасных артистов как бы из рук в руки, с места на место, они путешествуют, ну, как цирковые артисты, на самом деле, как такое устойчивое понимание цирковых артистов, которые всегда на колесах, всегда путешествуют, всегда едут из города в город и удивляют публику в разных местах. Я к чему все это веду? Ведь резиденция, наверное, тоже является частью той программы, цирковая школа, она для чего? Она для воспитания артистов, правильно? Для того, чтобы научить артистов новому мастерству, каким-то новым возможностям и так далее. Александр, расскажите про цирковую школу. Да, я начну с того, что цирковая школа открылась сравнительно недавно, это 2017 год, и на самом деле, разумеется, мы заинтересованы в том, чтобы сформировать, воспитать артистов, но это не является нашей такой самой-самой-самой основной целью. То есть у цирка современного сейчас есть свои определенные ценности, которые при помощи цирковых дисциплин можно помогать формировать, так скажем, в детях, да, например, или в тех людях, которые занимаются цирком. И одна как раз из ценностей современного цирка – это то, что цирк открыт всем. То есть мы едины в разнообразии, и у нас нету каких-то границ, так скажем, что мы не пускаем, например, там людей, я не знаю, определенного там возраста, да, или определенного вероисповедания, определенного раса. То есть цирк открыт для всех, и каждый может найти в нем свое место. И поэтому в связи с этим, да, то есть цирк очень сейчас сильно уступлен именно на формирование некоторых ценностей. И как тоже вы говорили до этого, что одна из ценностей тоже, чтобы человек был не только даже зрителем, не только исполнителем, но и творцом. То есть когда мы расширяемся, мы уже, так скажем, в этом направлении. Ну и одна еще ценность, которую мы очень активно выделяем, это здоровый образ жизни. Да, это через тело мы формируем такое некое, то есть формирование такого, скажем, формирование здорового сильного тела, да, это движение и так далее. И вот исходя из этого, то есть, да, уже формируется образовательная программа. Именно поэтому, как вы верно заметили, у нас есть и резиденции, куда могут приехать артисты, да, которые уже, ну, в принципе, плюс-минус готовые, да, то есть они там могут различаться по уровню, но это уже артисты, да, и они готовят программу. Но то, чем непосредственно занимаемся в цирковой школе мы сейчас, это проведение различных конференций, да, в этом году были две крупные, одна была посвящена интеграции циркового искусства в сферу работы с людьми из групп социального риска, вот, и, ну, вообще, в принципе, из людей, из таких, так скажем, из групп, ну, риска, да, это могут быть какие-то там люди с нарушениями и так далее. И была еще конференция о том, как интегрировать цирковое искусство в бизнес-сферу. То есть, да, и получается, приходить могли абсолютно разные люди, руководители там каких-то определенных учреждений, да, связанных. Для корпораций каких-то, да? В том числе корпораций, да. Для корпораций, да. Для больших там или компаний. Я хочу сейчас немножко отвлечься, извините, у нас тут фоном идет музыка, люди могут слышать. Я все время забываю сказать, кто это. Извините, я отвлекусь на секундочку. Это музыка московского композитора, электронного Валерия Васюкова, который работает очень много в театре, поэтому она не случайная. Она не случайная, эта музыка. Мы сейчас ее чуть-чуть приберем, потому что мы ей уже на сегодня насладились. Пусть она остается у нас фоном. И возвращаемся к цирку. Я почему про эту музыку? Потому что электронная музыка, мне кажется, тоже является частью современного искусства. И я знаю, что когда приезжаешь и смотришь какие-то спектакли, вот такого рода музыка, диджеи часто бывают частью цирка. И это прям я очень вас не люблю, на самом деле, сама. Возвращаясь к школе, но у вас же есть еще программы для детей. Да, программы для детей, разумеется, тоже есть. Потому что очень многие люди спрашивают, а куда пойти с детьми? Я очень хотела бы от вас услышать рекомендации по поводу того, что вы делаете с детьми. Что вы делаете с ними? Что вы с ними наделали. Да, на самом деле в этом году у нас появилось... Ну, в целом, да, мы предлагаем регулярные занятия для детей. В данный момент это в возрасте от 5 до 16 лет. То есть это те дети, которые могут прийти на регулярные занятия. На занятия идут 6 раз в неделю. 6 раз в неделю? 6 раз в неделю, да. Вечерами? Вечерами по несколько занятий. То есть у нас, на самом деле, достаточно большое, так скажем, предложение в этом смысле. И в этом году у нас есть, помимо наших старых учеников, есть три новых группы. Это группа 5-6 лет, группа 7-9 лет и группа... 5-6, извините, 5-6 лет вы с детьми занимаетесь цирковым искусством. Да. Ого, это интересно. Да, но это получается подготовка. То есть есть некие базовые цирковые дисциплины, как акробатика, жонглирование и равновесие. Да, еще, например, какие-то элементы клоунады, элементы сценической импровизации. И, соответственно, дети это, ну, 5-6 лет, они в игровой форме это осваивают. Да, то есть там, разумеется, там не идет речи о том, чтобы там сразу же их отправлять на сцену или еще что-то. Это просто такое, как введение в цирк. Баловство. Ну, все-таки баловство с целью. То есть это такое очень правильно организованное баловство. Да, если баловство сказать, то очень правильно организованное, потому что все равно результат есть, дети получают навыки. 7, 9 и 10 плюс, там уже идет более такая программа, скажем, серьезная, да, в том смысле, что там уже баловства, вот, как выразить, уже меньше, да, и мы больше уже работаем на результат. Потому что эти группы в конце года, они презентуют некую небольшую такую демонстрацию для родителей, да, то есть чтобы родители видели. На сцене уже, то есть чтобы они видели, чем мы учились. Вот, но все равно игровой формат у нас никто не отменял, то есть у нас нету там целей сформировать игру, то есть каких-то там супер таких, знаете, там. Но это дает людям возможность ощутить свое тело, отщутить свои возможности и необязательно из них растить цирковых артистов. Это просто помогает в жизни. Это способ самовыражения, как и любое искусство, собственно. То есть, да, когда человек может выразить себя через жонглирование, другого жонглирования не получается, он хорошо стоит на руках, он через это себя вырывает. А можно, Андрей, я вас спрошу? Вот сейчас упомянули немножко про клоунаду. Я смотрела очень много разного цирка, и у меня такое чувство, что клоунада, как актерское мастерство, является частью, вообще необходимой частью любого циркового спектакля. Потому что именно через какие-то такие игровые взаимоотношения, через репризы, вот я даже смотрела акробатов или жонглеров, они все равно в некоторой степени все клоуны. Я права или нет? Ну, в принципе, можно согласиться, да, но, конечно, зависит от спектакля. Ну да, бывают и трагические. Ну, да, ну, например, для меня очень важен, например, элемент какого-то юмора, и когда в спектакле, когда я смотрю, и хочется посмеяться, и я думаю, для многих, но есть и серьезные спектакли, ну, конечно, клоунад может быть очень серьезная. Ну да, я не имею в виду клоунаду как возможность смешить человека, но вот эти вот элементы клоунады как способ выражения, как способ проявления какого-то каких-то взаимоотношений между людьми, между персонажами на сцене, потому что все-таки в современном цирке это не просто спорт, не просто акробатика, не просто жонглирование, не просто стояние на голове, а не просто воздушная какая-то гимнастика, но это всегда, в этом есть элемент сюжета, характера, героя. Ну, характер, да, обязательно, и без этого никак. И вообще, надо сказать, что цирковые артисты, они очень такие, ну, они умеют очень многое. Например, многое из них на сцене музицирует, или там современный танец там же, или клоунада, или актерское мастерство, это все как бы скитается. Всесторонне развитые актеры, да? И вы в школе как раз вот эту всесторонность, я так понимаю, вовсю поддерживаете и развиваете? Абсолютно, да. У вас тоже есть музыканты? Ну, музыкантов, есть дети, которые занимаются параллельно музыкой, да, причем на серьезном уровне, да, но в данный момент как бы отдельно у нас, например, курса нет. Но вы это используете в своих вот этих программах образовательных? Ну, то есть если, я к чему веду, что если ребенок занимается музыкой, и ему это не очень нравится, например, и родители не знают, как же его все-таки научить играть на чем-то, на каком-то инструменте, то есть такой способ через цирк научить его, то есть как бы заинтересовать его какой-то веселой, может быть, интересной ему историей, и через это вывести его, например, на музыку. Ну, наверное, вполне возможно, да, с учетом того, что вообще цирк, как вы говорите, это такое же более интегративное какое-то искусство стало, да? Синтетическое. Да, синтетическое, да, то есть где все вместе объединяется, поэтому абсолютно возможно, да, что... Я сейчас еще Ударю спрошу про один, один, у меня интересующий вопрос. Вот современное искусство визуальное, оно же тоже очень сильно интегрировано в современный цирк, всякие визуальные эффекты, звук, цвет, видео, часто бывают частью вот такого шоу. Что-то будет у вас такое, на что можно будет пойти посмотреть, чтобы насладиться каким-нибудь, например, видеоартом? В перспективе, может быть, когда-нибудь? В перспективе возможно, да, ну, так сейчас не смогу сказать, что вот обязательно видеоарт, но, например, вот все вот эти следующие спектакли, там очень яркая сценография. Например, вот то, что я говорила, вот это Интарси, и там эта сцена, она очень специальная, там сценограф очень работал над этим спектаклем. И также следующий спектакль, который будет уже перед Новым годом, 26-27 декабря, «Машин-то цирк». Это из Канады. Это из Канады, да, труп из Канады. Ну, конечно, цирк изолный, да. И у них сценография вообще... Сногсшибательная. Сногсшибательная, да, они там, такая там будет цирковая машина, которая вообще, ну, основа этого спектакля, которая, ну, тема спектакля. Ну, то есть мы предупреждаем наших слушателей, что вот сейчас в сентябре один спектакль, интересное название Интарси, и сразу планируете конец декабря перед праздниками новогодними, будет прекрасное шоу из Канады. А я, как человек, который видел дважды канадский цирк на фестивале в Эдинбурге, могу сказать, что это незабываемое зрелище. И ведь самый известный цирк – Дю Салей. Он же тоже как бы базируется... Канадский, это канадская школа цирка. Да, канадская школа цирка, ну, должна сказать, что это перед новогодней представлением она не будет в Творческом церкви, потому что там уже будет холодно. Это пройдет в Дворце культуры ВЭФ. А, так тем более есть повод пойти посмотреть еще отреставрированный Дворец культуры ВЭФ. Вот я там была летом, могу сказать, что это отдельное зрелище, надо приезжать раньше и гулять по всем этим прекрасным фойе, музею ВЭФовскому. Я прям очень-очень рекомендую получить такое двойное удовольствие. Да, билет уже можно купить на нашем сайте циркс.лв или на билешсервис.лв. Ну, в общем, не пропустите, а то перед Новым годом вы все спохватитесь, а уже все будет поздно. То есть это цирк на сцене, на самом деле. Это не цирк в цирке на арене, а это цирк на сцене, который тоже является очень распространенной и многоиграющейся такое направлением циркового искусства. Да, и там как раз тоже будет и живая музыка. То есть вы привозите огромный коллектив. Да, на сцене будет пять людей, человек. Ну, там большая команда приезжает. Техническая и музыкальная. Да, потому что это вся сценография, это все должно мы поставить в один день и так. Ну, то есть я могу сказать, что, например, очень известный канадский режиссер Абер Лепаш, он не просто так собирает свои прекрасные спектакли, основанные на машинерии, на сценографии, на всем остальном. Это тоже канадская база, ну, как бы на мой взгляд. Да, вот все, что делают в Канаде, это всегда очень визуально, это всегда очень технологично, это всегда безупречно исполнено, что канадский цирк, что спектакли экс-машины компании Робера Эль Пажа. Я хотела спросить вас, вы поговорили немножко про социальную ответственность цирка и про то, как цирковое искусство является частью, распространенной сейчас в Европе направлением арт-терапии, да, которая работает там с группами риска, с, там, типа, старое слово такое, дети, дети без родителей, да, там, не знаю, дети с какими-то нарушениями развития и так далее. Я знаю, что приезжает цирк из Петербурга к вам. Ну, планируется приехать, мне об этом рассказали. Расскажите мне об этом, пожалуйста. Упсел, сэр? Да. Да, мы с ними сотрудничаем и планируем какие-то общие проекты. И у них тоже, мы к ним, мы съездили к ним, и там они показывали, что они делают. Это будет вообще фантастика, что дети могут сделать вместе с хорошей командой. И ты можешь знать, что... Я знаю, что и наши преподаватели планируют ездить к ним. Да, на обучение к ним. Да, на обучение. То есть это уже резиденция для латвийских преподавателей в Санкт-Петербурге? Да. Потому что у них большой опыт, они уже 20 лет занимаются этом не начали. Социальным цирком, да. Я знаю, просто несколько годов назад они собирали на такую стартовую площадку, есть, знаете, онлайн, когда собирают деньги на какие-то культурные проекты. И я им сама помогала. Они собирали деньги на площадке Планета Ру, они собирали деньги для поездки в Адипурский фринч как раз со своим спектаклем, с детьми, с ребятами, которые как раз из детских домов. И у меня очень много знакомых работает с Упсалоцирком, и поэтому мне очень интересно, что они, какие у вас с ними отношения, потому что я их, правда, очень люблю и всеми силами, какими могу, поддерживаю, потому что мне кажется, что это какое-то очень хорошее направление. Ну вот они к нам, кстати, как раз приезжали на конференцию в мае. Да-да-да, вот я поэтому и спрашиваю. И мне сказали, что они у вас будут, планируются приехать с какими-то специальными мастер-классами, образовательными тоже. Ну или мы к ним. Или вы к ним поедете. Ну то есть у вас пока переговоры в Суспсалоцирк. Да. Ну, я просто хочу сказать, что если вдруг кто-то из наших слушателей поедет в Петербург, имейте в виду, Упсалоцирк иногда играет в свои спектакли, очень часто нам на острове Новая Голландия у них бывают выступления, поэтому не пропустите, тоже это очень интересно. Ну и напоследок я хочу с вами поделиться своими впечатлениями о цирке, чтобы вот тоже мы с вами обсудили. У меня в моей жизни было несколько приключений цирковых. Я, как и все, конечно, была воспитана на таком цирке 70-х. Да, когда арена, когда обезьянки, когда собачки, лошади, слоны, тигры в клетке, ну и так далее. Да, такой запах этого цирка, того еще. И когда, собственно, человеку на сцене, актеру на сцене, уделялось не так много внимания, как сейчас, когда это было такое шоу, больше связано с каким-то, не знаю, показательными выступлениями животных. И я не могу сказать, что тогда я была поклонницей цирка. Но когда я для себя открыла новый цирк, а это случилось для меня в 2005 году, ну то есть, конечно, он существует уже давно, этот новый цирк, но лично для меня это случилось на фестивале в Эдинбурге на Фринджи в 2005 году, когда я увидела на площадке Аврора Нового гимнастку, вот на этих вот простынях длинных, свисающих, когда это какое-то просто потрясающее шоу, для меня было, я никогда такого раньше не видела. И когда я попала на площадку цирковую в Эдинбурге, есть специальная такая выездная площадка, где-то вне города, где стоит Шапито, в одних других цирковых групп. И я смотрела, такой нофит стоит, который меня просто потряс, конечно, когда тебя запускают в это Шапито, и у тебя нет места сесть, и ты сначала заходишь, вообще не понимаешь, что с тобой будет, и тут у них всё внутри, и оркестр, и актёры, и зрители перемешанные стоят, и ты можешь передвигаться из места в место в этом внутренней части Шапито, и тут же тебе бар, и тут же тебе... Ну, то есть всё как-то перемешано, это такая, как одна большая ярмарочная площадь. Я прям была поражена тогда этим шоу, и после этого я стала внимательно смотреть за развитием современного цирка. А что для каждого из вас стало вот этим толчком погружения в цирковое искусство? Какой первый опыт ваш? С чего всё началось в вашей жизни? Вот с вашей воды? Мой опыт, наверное, был, уже не помню, в котором году, может быть, тоже 2005, когда в Ригу фестиваль Homo Novus привёз спектакль цирка. Ага. Тоже вы увидели, и вас это увлекло. Да. А у вас? Ну, я сам занимался брейк-дансом, выступал на сцене, поэтому мне всегда было близко какое-то перформативное искусство. Ну, хорошо, но брейк-данс, одно дело брейк-данс, танцевать, а другое дело вдруг пойти в цирк. Ну, да, но всё равно это же тело. Первый контакт, где случилось? А первый контакт, наверное, как у всех, это какой-то цирк путешествующий, да, там Шапитов, какой-нибудь даже животным и так далее, то есть это было так. А ещё я хочу сказать для тех, кто путешествует в Стокгольм, вдруг, ну, у нас же ходит паром в Стокгольм, что в стокгольмский цирк, который я обожаю, я его возила, куда мы привозили этот спектакль, это циркус-цирк. У них тоже есть цирковая школа, я думаю, что вы с ней тоже как-то сотрудничаете. В общем, эта тема неисчерпаемая, давайте мы с вами ещё увидимся, мы до Нового года программу более-менее рассказали. Есть у нас школа, в которую можно водить детей, есть спектакли, и эти спектакли невербальные, это спектакли цирковые, они и весёлые, и умные, и интересные, и это именно спектакли, это именно такой новый формат для меня театра. Театр через цирковое искусство. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Всё, мы встречаемся в цирке.